Рано или поздно, но каждый из тех, кто путешествует, думает о свале. Почему это случается? Объясню просто. Если не вам будем говорить правильно, то цены за бугром в 2-3 раза дешевле нашего. И на еду в том числе. Теперь вопрос принятия гражданства. И почему? Да потому что на нашу дивную пенсию вы не заработаете. Да и мужики, вернувшиеся в крепостное право. Слово о том, что ни тогда, ни сейчас население об этом не спрашивали. И я, как понимаю, до пенсии многие не доживут. Я не буду говорить о стране, в которой все это происходит. Но вы и сами должны понять. То есть все те страны, где мы путешествуем, могут вам предоставить недорогой отдых. Теперь поговорим о проживании и о втором паспорте. Мы, к слову, пока можем это сделать. Поговорим, естественно, о Турции. Турция. Любимая нами страна. Да потому что все там были. Все, все, все. Каждый понял, что дотянуться до Турции россиянам в качестве отдыха не получится. А вот для этого вам нужен интернет. То есть российским пенсионерам вам не стать. Так может, турецким стать? Хорошая, отличная страна с бесплатной медициной для турок. Не понимаете? Так зайдите и посмотрите. Дело-то несложное. Цена вопроса. Дом можно найти от трех лямчиков. Можно переехать. Как жить? Ну что, без косяков. И пять лет. А меньше-то нет. Нужен доход на одного. Еще 200 баксов. То есть сдача вашей российской хаты. Это, конечно, немного. Но спокойной и умиротворенной жизни и там на все хватит. Но бизнесов там много. Бездельем можно заниматься. Можно устроиться и устроиться в отеле. Теперь страховка. Ну, страховка еще 500 долларов на год. Работы реально много. Теперь язык. Я все прекрасно понимаю, что русским я бы занялся. И только потому, что на нем разговаривал Ленин. Но простите, те, кто живут в России. Они на родном языке общаются. Слава тебе Богу, на турецком. В смысле тюркском. Да и на русском тоже. Обучаться надо. Ничего сложного. То есть переезд и переезд в возрасте после 40. И тогда вы можете рассчитывать на турецкую пенсию. И вы получаете минимальную пенсию 20 тысяч рублей. Чуть-чуть-чуть-чуть. Более нашего. Ну, так, в три раза. И разговор о 2019 годе. Начнете работать в бизнесе примерно. В 16 лет. То есть 40 плюс 16. Это 56. И ваша пенсия вырастает до 600 евро. Это 45 тысяч рублей. В наш сегодняшний год. 2019. Как-то жить можно. Как-то так. Какие-то другие мысли возникали. Угу. То есть возврат к пенсиям. Возврат к одежде. Возврат к сельскому хозяйству. Я говорю о тех, кто все это может сделать своими силами. И это можно сделать. Кушайте большей частью свою. Экономия. Отопление. Вот с этой проблемой. Это все-таки Турция. Но мы строим газовый поток. И им он очень нужен. Но везде и всюду стоят газовые котлы. Наполняйте и топитесь газом. Теперь вопрос. А сколько нас владеющих искусством перемещения? И можем ли мы, россияне, устроиться на работу? Нас всего 130 миллионов. Из них к перемещению готовы 20 лям. Поверь, в любом месте работы хватит. Другой вариант. Вернутся ли они? Не думаю. Возвращаются туда, где все бесплатно. И где нормальная пенсия. И это почему-то не Россия. Там Продолжение следует...